Вы идете по улице, думаете о своем, как вдруг слышите «Бабах! Авария! О нет!» К счастью, оба водителя не пострадали благодаря подушкам безопасности, которые вовремя сработали. Если так подумать, смогут ли они спасти жизнь пилотам Формулы-1, которые разгоняют свои тачки до головокружительных скоростей? Возможно, да. Если бы в гоночных автомобилях они были. Что ж, признаю, я был в шоке, когда узнал, что в болидах Формулы-1 нет подушек безопасности. Если вдаваться в подробности, высокая скорость, умопомрачительные крутые повороты, огромные шансы попасть в аварию и отсутствие подушек безопасности. Все верно. Но если бы было можно, куда бы вы их поместили? В руль, скажете вы? Вот где начинаются проблемы. Пилоты Формулы-1 очень дотошные и не согласятся на руль с менее чем дюжиной кнопочек, переключателей, механизмов. Такой руль стоит огромных 60 тысяч долларов. Вау! Можно купить несколько машин за такие деньги. Но возвращаясь к рулям гоночных тачек, в них просто нет места для подушек безопасности. Да, даже если бы было, кабина настолько мала, что подушка просто задушит водителя. На самом деле, независимо от того, как это выглядит со стороны, безопасность – приоритет Формулы-1. Посмотрите сами, у гонщиков не один ремень безопасности, а пять, шесть, два плечевых ремня, один-два ремня для ног и два тазовых ремня. По сути, водители так пристегнуты, чтобы у них было достаточно места для управления рулем и доступа к различным кнопкам и выключателям. На деле, там настолько мало места, что они даже не могут сами пристегнуться. Механик делает это за них. Но, с другой стороны, если вдруг случится авария, пилот может вылезти из машины за пять секунд. Дело в том, что можно расстегнуть все ремни одним движением руки. Магия! Так как главная цель подушек безопасности – не дать водителю удариться головой, можно понять, почему в гоночных автомобилях их нет. У пилотов просто нет возможности дернуться вперед или вылететь из машины, только если она не развалилась. Но даже в этом случае водитель останется в жесткой безопасной клетке, предназначенной специально для защиты в случае серьезной аварии. И не стоит забывать о сенсационных шлемах пилотов Формулы-1. Эти шлемы могут выстоять в серьезных авариях. Например, они проходят жесткий тест на проникновение, когда заостренный металлический предмет весом в три килограмма падает на шлем с высоты трех метров. Также дизайнеры тестируют подбородочный ремень, который не должен растягиваться более чем на 25 миллиметров. Затем они бомбардируют козырек снарядами, движущимися со скоростью около 483 километров в час. А почему бы и нет? И после этого они обжигают шлем пламенем температурой почти в 815 градусов Цельсия. В течение 45 секунд. Температура внутри шлема в этот момент не должна превышать 70 градусов. Эти супергеройские шлемы и такие крутые, но есть еще более потрясающие факты о Формуле-1. Колеса гоночных болидов крутятся настолько быстро, что становятся ужасно горячими. Если по завершении гонки вам удастся подобраться поближе, не прикасайтесь к шинам. Их температура будет около 120 градусов, и этого достаточно, чтобы сварить или пожарить яйцо. Давайте-ка попробуем. Кроме того, во время среднестатистической гонки шины теряют около половины килограмма своего веса из-за износа. И хотя срок службы средней шины составляет от 21 до 56 тысяч километров, шина гоночного автомобиля проезжает не более 100 километров. Чтобы сделать гоночную машину, нужно собрать более 80 тысяч деталей. Да еще и в правильном порядке. Очень важно, чтобы производители собрали автомобиль на 100% корректно. Казалось бы, 99,9% тоже неплохо, но в таком случае это означает, что 80 деталей стоят некорректно. А это очень опасно для пилота и других участников гонки. А если вы сами водитель, то наверняка позавидуете тормозной системе гоночного автомобиля. Дисковые тормоза, изготовленные из прочного углеродного волокна, позволяют автомобилю остановиться на полной скорости всего за 4 секунды. Кстати, в этом случае диски нагреваются до 1100 градусов Цельсия. А это температура расплавленной лавы. Если бы гонки проходили на улицах, таких городов, как Сингапур или Монако, перед их началом пришлось бы приварить крышки люков. Проблема в том, что гоночные автомобили создают такой вакуум, который легко может сорвать эти огромные металлические диски и выстрелить ими в небо. Вы знали, что можно ездить в такой машине по потолку? Нет, серьезно. У этих автомобилей есть крылья, которые создают мощную прижимную силу, которая придавливает их к треку. И это позволяет им так быстро поворачивать. На самом деле прижимная сила настолько велика, что на скорости 240 км в час автомобиль может перевернуться вверх дном на потолке туннеля. Хотел бы я посмотреть, как тестируется эта суперспособность. Смена шины заправка гоночного автомобиля на пидстопе занимает всего 3 секунды. А можно, пожалуйста, так же на всех заправочных станциях? Средняя стоимость гоночного автомобиля около 10 миллионов долларов. Только двигатель стоит от 7 до 8 миллионов. Топливный бак 100-140 тысяч долларов. За систему охлаждения придется заплатить 220 тысяч и 250 за трансмиссию. Гоночные автомобили могут развивать огромную скорость в 376 км в час. Для сравнения, некоторые небольшие самолеты взлетают медленнее, чем автомобили ездят по треку. И, наконец, вы когда-нибудь хотели сбросить вес? Что ж, у меня есть отличный способ немного или значительно похудеть. Надо быть пилотом Формулы-1. Они теряют до 4 килограммов после всего 2 часов гонки. Основная причина – палящая температура в кабине. Во время гонки она доходит до 50 градусов Цельсия. Вы хотели бы стать пилотом Формулы-1? Расскажите в комментариях. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но, эй, не закрывайте вкладку! У нас еще около двух тысяч крутых видео для вас. Нужно просто выбрать видео слева или справа, кликнуть на него и наслаждаться. Оставайтесь с Admi. Продолжение следует...